CSGO.net.in. Скины CSGO по низким ценам. Всем привет! Сегодня я предлагаю посмотреть на крайне необычные перчатки в CSGO под названием Blood Pressure или же Кровавое Давление. А вот чтобы узнать, что в них такого необычного, обязательно досматривайте до конца. Ведь сначала их где-то нужно купить. Как вариант, конечно, на торговой площадке самого Steam'а, но это самый дорогой способ, хотя и самый надёжный, где заплатив деньги, вы 100% получите скин. Однако при желании сэкономить, можно посмотреть этот же скин на сторонних маркетплейсах. И если в Steam'е цена начинается от 8000, то на Reskins на целую 1000 дешевле, что, конечно, неплохо, но всё ещё не идеально. Поэтому, если хотите максимально сэкономить, тогда вам на сайт CSGO.net, который работает по принципу увеличения вероятности выпадения скинов. Проще говоря, выбранный скин может выпасть не с первого раза. Хотя, в любом случае, без скина вы не останетесь. Да и цены за счёт такой механики перераспределения здесь самые низкие. Например, эти же мотоциклетные перчатки с названием «Кровяное давление» здесь стоят всего 1350 рублей, то есть в разы дешевле Steam'а. Но, повторюсь, и выпасть они могут не с первого раза. Дабы показать, как это работает, я куплю их трижды, для чего мне понадобится чуть больше 4000 рублей. Поэтому жму «Пополнить». Это можно сделать, кстати, любым удобным способом, от обычных карт, включая карты МИР и даже интернет-кошельками по типу Киви или же криптовалютой. В общем, каждый найдёт себе вариант по душе. Процесс этот стандартный, просто вводим данные, которые просит нас сайт и жмём «Оплатить». Однако же, если вы не хотите светить данные своей основной карты где-то в интернете, сейчас в любом интернет-банке можно оформить интернет-карту, как раз для таких платежей и ни о чём не переживать. Так что жму «Оплатить» и средства моментально поступают на баланс. Далее проверяю, чтобы состояние было такое, как мне нужно, а именно закалённое в боях, и жму «Купить». Оплачиваю, и с первого раза мне выпал скин на М4А1, притом с ценой дешевле, чем я заплатил, хотя и выглядит он достаточно неплохо. Но не стоит расстраиваться, ведь так сайт и работает. Из-за того, что существует вероятность выпадения скина подешевле, за счёт этих денег кто-то, возможно даже вы, может получить скин дороже, чем заплатил. То есть сайт как бы перераспределяет деньги, и никто не знает, с какого раза какой скин выпадет, поэтому здесь главное не сдаваться, а потому продолжим. Жму «Купить», оплачиваю, и вот со второго раза мне повезло, и выпали выбранные перчатки, которые к себе на аккаунт можно отправить в личном кабинете. Главное не забудьте правильно указать трейд ссылку. И получается, суммарно, потратив чуть меньше трёх тысяч рублей, я получил скин, который в Стиме стоит от восьми. Конечно, да, на разных маркетплейсах цены зачастую дешевле, но так как Стим официальная площадка, и сравнивать будем именно с ней. В любом случае, я очень в большом плюсе. Но и так как изначально пополнял на три покупки, куплю ещё раз. И на третий раз снова выпал скин дешевле, чем заплатил, хотя, чём не жаловаться, я уже в плюсе. Просто, чтобы вы знали, что так сайт и работает, и чем больше попыток, тем выше шанс получить желаемый скин. А потому, если хотите также экономить, ссылочку на сайт оставлю в описании. Ну и пора посмотреть, что же это за такой необычный скин, и вообще, что в нем необычного. Во-первых, лично мне эти перчатки напомнили какие-то скины из фанатского зомби-мода. Ведь выполнены из чёрной кожи, с паттернами, имитирующим кровеносные сосуды, со стандартной, как для такого типа перчаток, защитой костей рук, и необычным бордовым окрасом, имитирующие кровавые покрытия. Внутренняя же часть ещё более аскетична, выполнена в полностью чёрном цвете, с одной полосой общего паттерна и бордовыми вставками. Которые, кстати говоря, отлично изнашиваются в зависимости от состояния. Ведь градация флот здесь размечена от 6% как завода, при котором перчатки уже имеют незначительные сколы с потертостями, и вплоть до 80% в состоянии, закалённое в боях. Когда общий вид уже начинает напоминать разлагающегося или же гниющего зомби. Где ещё виднеется старый паттерн, однако в целом перчатки имеют огромные затёртости, местами отсутствующую кожу и прочее. Собственно, поэтому я и выбрал такое состояние, ведь на мой взгляд, именно оно максимально антуражно смотрится. Хотя выделиться с ними не получится, ведь такие перчатки относятся к популярным скинам и в игре встречаются весьма часто, так как и получить их можно из нескольких кейсов, или же купить подешевле на сайте CSGO.net, что в целом на крутость исполнения никак не влияет. Ну и на этой ноте видео подошло к концу. Спасибо за просмотр, надеюсь видео вам понравилось и вы поддержите его лайком. А также не забывайте подписываться на канал и пишите в комментариях, как вам этот скин или предлагайте другие скины для обзоров. Всем метких хедшотов и до встречи в новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok